Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджо и сегодня мы с вами научимся добавлять на дорогу дорожную разметку. Прогуливаясь в жаркий полдень по замечательному итальянскому городку Сиена, я бродил по улочкам и сделал кучу всевозможных фотографий. Какие-то получились наиболее удачные, какие-то наименее удачные, улочки красивые, но попадались пустынные улицы. И я облюбовал вот этот снимок, но мне здесь чего-то не хватало. И я добавил сюда на дорогу большие буквы стоп и фотография стала более динамичная и интересная. Ну на самом деле я не только сюда добавил эти буквы, а еще вот этого летящего голубя. Ну это совсем другая история, мы сегодня говорим о дорожной разметке и вы соответственно можете добавить не только буквы, но и любые знаки, полосы и так далее. Сегодня я поделюсь с вами этим достаточно простым и интересным методом. Работать мы будем с вами фотошоп. Ну а для тех, кто впервые к нам присоединился, буквально пару слов. Друзья, если вы впервые на моем канале, переходите в мой инстаграм или группу ВК и забирайте в подарок два набора пресетов. А чтобы получать уведомления о новых видео, в которых я рассказываю различные методы и способы трендовой обработки фотографий, а также лайфхаки по созданию коротких видео и слайдшоу, не забудь подписаться и таким образом вступить в нашу творческую команду. Ну а если ты хочешь из уровня новичка сразу перейти в статус профессионального ретушера, то в обмен на небольшой донат ты можешь получить пресеты уровня PRO и дополнительные секретные материалы. С описанием этих пресетов, а также примерами обработки ты можешь ознакомиться в моем инстаграм или в группе ВК. Не забудь заглянуть в фотоболталку телеграм-канала и не забывай, что на Яндекс Дзен ролики выходят немного раньше. Все необходимые ссылки будут находиться в описании к этому видео, ну а мы не будем больше терять времени и полетели. Итак, друзья, мы с вами в фотошопе. Давайте я вам покажу, какие манипуляции я здесь, собственно говоря, сделал. Нажму глазик на верхний слой, в который спрятана вся обработка. Как вы видите, здесь я дорисовал правый нижний угол, который образовался у меня после того, как я отмасштабировал фотографию в Lightroom. Ну и, соответственно, здесь есть некоторые доработки с цветом. Наложил я сюда небольшой пресет из коллекции ник Collection. После того, как я сделал все эти манипуляции, я начал разглядывать фотографию. Она все равно мне казалась пустой. И, собственно говоря, я приступил к следующему. Нажимаем на буковку T, ну или идем в левую панель и здесь выбираем буковку T. После чего, друзья, ставим курсор, где мы хотим нанести нашу разметку. Пишем слово Stop. Если вдруг у вас слово пишется вертикально, то не забудьте обратить внимание вот здесь на этот значок. Кликнув его, вы поменяете ориентир вашего текста. Далее, друзья, мы с вами сделаем белый цвет. Я выбираю белый цвет, нажимаю ОК. Далее, друзья, мы с вами поменяем шрифт, который называется Bebas New. Извиняюсь за свой английский. Вот как мне кажется, этот шрифт используют в разметке. Если у вас нет, а у вас, скорее всего, нет этого шрифта, то я вам этот шрифт оставлю по ссылочке под видео и вам просто на все необходимо будет кликнуть на него два раза. Как обычно, при установке шрифтов появляется вот такая вот надпись. Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю и цифровой ряд. Ну, что в ней уместился практически весь алфавит. И в левом верхнем углу кликаем на установить. У меня уже установлен, поэтому у меня спрашивают, хотите ли вы заменить. Вы действуете рекомендациям, предложенным установщиком, после чего закрываете фотошоп, открываете и у вас в строке шрифтов появляется новый шрифт. Далее, друзья, что мы с вами делаем? Нажимаем кнопочку В, появляется курсор и мы сможем с вами перемещать наш шрифт. Но чтобы дальше работать с этим словом, давайте мы с вами на слой нажмем правой кнопкой мыши и выберем растрировать текст, после чего наш текст превращается в обычный рисунок и мы можем продолжать с ним работать дальше. Далее, друзья, нажимаем Ctrl-T, после чего мы с вами можем увеличивать длину ширину этого шрифта. Если вы работаете в новом фотошопе, то вам необходимо удерживать shift для того, чтобы у вас было свободное трансформирование. Если вы хотите эту функцию отключить и пользоваться так, как классически было всегда в фотошопе, вы просто-навсего переходите в редактирование, настройки, основные и если вы в новом фотошопе, нажимаете вот сюда галочку использовать прежднее, почему-то написано, ну блин, извините за их русский, использовать прежнее свободное трансформирование. У меня, как видите, эта галочка нажата. Ctrl-T, нажимаем правую кнопку мыши, и выбираем здесь перспектива. И после этого мы можем с вами изменить перспективу текста, а двигая за нижнюю точку, мы сможем с вами расширить вот таким вот образом этот знак, то есть делать, чтобы параллельные линии нашего слова совпадали с параллельными линиями дороги и зданий. Так будет выглядеть, соответственно, естественнее. Теперь мы, конечно же, это слово должны сделать немножечко поуже. Нажимаем правую кнопку мыши, выбираем масштабирование. По-моему, такой вариант самый замечательный и больше всего приятен глазу. Ну, нажимаем либо Enter, либо галочку сверху. Пока наша надпись выглядит неестественно, но мы теперь переходим в режимы наложения и выбираем здесь либо мягкий свет, либо перекрытие. Перекрытие дает внутри буков наибольший контраст, и это выглядит в моем случае немного неестественно, я выберу мягкий свет. Если вы хотите сделать ваше слово на дороге или полосу немного поярче, нажимаете сочетание клавиш Ctrl-U, U. И здесь мы с вами двигаем ползунок яркость, можно увеличить даже до 100. Кликаем ОК. Если вам все равно не хватает яркости, вы можете продублировать слой со словом Стоп. И теперь один из слоев можно поиграться прозрачностью и подобрать такое значение, которое вам наибольше нравится, которое, по вашему мнению, будет выглядеть наиболее реалистично. Я верхний слой убавлю непрозрачность до 8%. Теперь, удерживая кнопочку Shift, я выделяю оба этих слоя, нажимаю правую кнопку мыши и кликаю здесь объединить слои. В таких случаях, как правило, меняется режим наложения на обычное. Ну, просто возвращаем на мягкий свет и получаем, собственно говоря, то, что мы хотели. Далее, друзья, это еще не все. Давайте мы еще добавим немножко реалистичности. Кликаем на слой со словом Стоп два раза. У нас появляется вот такая вот панелька. И здесь вы видите две шкалы. Данный слой и подлежащий слой. Выбираем подлежащий слой, нажимаем и удерживаем кнопочку Alt. И у нас нижний ползунок разделяется на две части. И теперь, как вы видите, движением этого ползунка я могу поместить свое слово глубже в текстуру тротуарной плитки. И это будет выглядеть гораздо круче. Можно попробовать подвигать и крайний ползунок. Все, сделали. Кликаем ОК. Ну, а на этом все. Если видео понравилось, не забудь поставить большой палец вверх. Это будет для меня лучшей наградой. И если не подписан, ну, подпишись, потому что тебе тогда будут приходить уведомления о новых и полезных методах обработки фотографий. Творческих высот вам, друзья. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok